Чтение Слова Божьего. Господь да благословит нас. Аллилуйя. Боже всемогущий, благослови Господь. Это чтение. Благослови Господь чтение из посланий к Евреям сейчас. Пусть Божье Слово Твое, живое и действенное, оно животворит нас, оживотворяет все вокруг. Во имя Христа Иисуса. Благослови Господь. Чтение Слова. Погружение нашим это Слово. Пребывание в Нем. И как Машир сказал, как Христос говорил, блаженно слышащие Слово Божье. И исполняющие Его. Блаженно слышащие Слово Божье. И исполняющие Его. Я хочу повторить. Блаженно слышащие Слово Божье. И исполняющие Его. И вся литургия. Все православное богослужение, древнее уже, полторы тысячи летнее православное богослужение, оно имеет свою самую, наверное, прекрасную сторону в приготовлении человеческого сердца к слышанию Слова Божьего. К слушанию Слова Божьего. К слышанию Слова Божьего. Потому что можно слушать, но не слышать. И все православное богослужение имеет целью как раз именно подготовку человеческого сердца и разума, души человеческой для того, чтобы слушать Слово Божье. И слышать это Слово Божье. Чтобы оно проникало внутрь нашего естества. И чтобы мы были способны Духом Святым Его, проникающим в нас, во утробу, внутренность нашу, в сердце наше, в разум наш, в подсознание наше, в сознание наше, чтобы мы были способны исполнить это Слово, жить в этом Слове. Как в Грузии, будучи в церквях тоже разных, и в храмах православных, в протестантских церквях, в очень разных собраниях. Я потом был после каждого служения на этих Агапах. Я так назову это. Это были Агапы. То, что обычно у нас ассоциируется с таким традиционным грузинским гостеприимством, для меня это были Агапы, древних христиан. То, что в православии тоже раньше присутствовало, но, к сожалению, потом, из-за вмешательства политики, и политики, и религиозники не хотели, чтобы церковь была живой, к сожалению, и Агапы ушли в прошлое, вот эти вечери любви. И скажу так, но все-таки, даже сама ритургия, православная, это как такой затянувшийся тост. Будучи в Грузии, мне это пришло на сердце. Там, на горах Кавказа, там, в стране лозы, я стал размышлять о нашей православной литургии, о той жемчужине, которую свыше нам Господь дал, и которая оказывается часто в грязи, в пренебрежении, которая покрылась коростой, оккультизма, многобожия, идолопоклонства, антисметизма и прочих грехов, как Гоголь, Николай Васильевич. Николай Васильевич Гоголь, да, еще в 19-м столетии говорил об этих проблемах, и в своем размышлении о божественной литургии Гоголь написал, что литургия у нас превратилась, говорить в хорошо отрепетированное театральное действие. Но так не должно быть, дамы и господа, братья и сестры. Это не театральное действие, и даже не хорошо отрепетированное театральное действие. это таинство веры. И в этом таинстве, да, там, на Кавказе, я поразмыслил об этом, думал, надо же. Вся литургия, это как затянувшийся тост. Грузинские народы, кавказские народы, это поняли буквально. Они воспринили это своим естеством. И со времен еще святой праведной, роднопостольной Нино, святой Нины, просветительницы Иверии, грузины, с того самого, еще четвертого далекого столетия, да, тогда церкви нашей, церкви Иисуса Христа, было всего лишь 300 лет, еще сравнительно молодая была церковь. Но с того самого времени, на горах Кавказа, когда грузины садятся за стол, они продолжают божественную литургию и поют песню «Виноградник», что ты есть виноградарь, а мы твой виноградник, мы лозы в твоем винограднике, мы веточки в твоем винограднике, а ты великий виноградник наш. И первую бокалку, тост они поднимают как раз во славу Господа Бога Всемогущего. И сама литургия православная, чем она прекрасна, она как действительно, как пир веры, пир и наслаждение веры, как такой очень затянувшийся тост, один тост, тост всех тостов, где Иисус Христос, как великий Тамада, распорядитель пира. Недаром Он первое чудо свое совершил на свадьбе, когда не хватило вина у людей. Да, гости выпили уже вина, было хорошо, их сердца были весело уже, но вот и задача. Не хватило вина, чтобы продолжить банкет, чтобы продолжить это празднество, торжество. И Иисус совершил это чудо. Напомнили водоносы воды, Он сделал вина столько, что хватило бы вина не на обу свадьбу, а на нежр это свадьб хватило бы. Он сделал так, помолившись, поблагодарив Бога, Барухата Адонай, Эл-Авей, Гамеда Хаулам, Бареетри Хагафэн, Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший на плод виноградной лозы. Помолился, и вина стала столько, что хватило бы не на одну свадьбу, а на несколько свадеб. И гости довольны, жених и невеста восторжены. В этой атмосфере присутствия Божьего великое Таинство, великой тайны всех тайн. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. 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 Сейчас читаю и Слово Божьего, друзья, из послания к евреям. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам Сыне, Которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Пусть Слово Твое живое и действенное животворит нас. Благословен Петцарь наш. Аминь. 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 Аллилуйя. Аллилуйя.